в этом видео начнем делать функционал для поиска и так для начала можете закрыть все окна которые у вас есть и давайте перейдем в папку layout activity main вот она открывается и у нас вот такой вот activity где-то вверху у нас будет функционал для поиска и так для начала перейдем в самый верх после вот этого grilady layout откроем новый тех и напишем search вот этот первый так значит параметры у нас будет wrap-content а тут так знак вопроса а ттр а ттр эк он парсайз вот мы это уже делали закроем этот их теперь давайте дадим айди этому элементу будет айди android назовем его search search view home добавим маржин со всех сторон пускай будет 16 дипи так видим до элемент появился он не растянулся почему потому что надо much parent much parent вода чтобы строка вот это поиска растягивалась на весь экран так чтобы она выделялась на фоне остальных элементов android background android колдор колдор хрей так так видим да у нас вот этот элемент расставил кардю получается залазить на него так тут значит давайте добавим легенд parent топ значение true этот элемент у нас всегда будет вверху а этот будет сюда добавим беллов чтобы он находился ниже этого элемента и копируем вот это вставляем так видим до элемент ниже разместился все правильно добавим сюда вот это вот qr hint и добавим текст search или не добавьте добавим вот так вот enter текст и три точки так и у нас текст не появился так вот это да нам надо установить положение false icon find by default видим да мы поставили false положение можем установить true тогда у нас видно только иконка а если false то иконка и текст на этом в лаяуте активен мэйн мы закончили работать давайте только скопируем айди копируем и перейдем файл activity main java то где он вот поднимаемся на самый верх добавляем эту переменную объявляем ее все вставляем то что мы скопировали . запятой и вот тут где мы объявляем все переменные давайте так это у нас база данных вот тут вставим ее и тут стандартно пишем равно файл файл либо иди файл либо иди р . айди . вставляем все чью холм . запятой теперь нам надо написать метод который будет действовать при пользование нашим поиском так копируем все чью холм и метод будем писать в методе он креет так тут у нас есть метод вот этот давайте его свернем чтобы он не мешал и после него напишем все чью холм . кассет он кайри текст листнер нее получается у нас вот это все чью как всегда код за нас дописался автоматически сначала давайте перейдем вот этот он к варит эксченч не перепутать и верху submit в чем сначала тут будем писать это напишем фильтр . запятой фильтр будет принимать нее текст который мы вводим вот так тут у нас это turn false переизменим на true а вот этот метал метод фильтр сейчас напишем так появилась лампочка create метод фильтр так и выбираем вот этот второй вариант в моей ногти вити так вот он появился сейчас будем писать лист то есть создадим внутри сначала новый список ноутс который назовем фильтрет лист то есть уже альтфильтрованный список это будет нее не райлист тут будем использовать цикл for и что мы будем в нем проверять значит сингла ноут каждая отдельная до составляющая списка мы будем сравнивать целым списком и внутри цикла for пишем if если у нас вот это сингл ноутс если у нас сингл ноут так тут напишем get title берем название заметку до приводим ту ловер кейс ну чтоб не было разницы там большими буквами вводит пользователь в какой-то поиске или маленькими все приводим к ловер кейс так вот это надо удалить . контейнс то есть включает себя включает себя вот этот новый текст неё текст . ту ловер кейс который мы тоже приведем к ну к маленьким буквам так вот это удалим конце . запятая теперь значит сделаем следующее вот сейчас вот этим условиям мы написали это только поиск по тайтлу заметки но также надо сделать и так чтобы поиск проходил не по самому названию заметки но и по ее содержимому поэтому вот тут видим да перед последней скобочкой добавляем условия или или это две вот такие вот вертикальные черты и добавляем сюда еще одно условие все это копируем вот только вставляем вот этот get title меняем на get get notice который также да приводим к маленьким буквам который включает не текст в общем все копируем только вот эти вот моменты заменяем так теперь эту скобочку давайте тут нажмем дел перенесем назад вот так вот чтобы было понятно а тут вместо точки запятой мы удалим добавим фигурные скобочки наверное уже продолжим в следующем видео всем спасибо за просмотр всем пока